Всем привет! Сегодня поговорим о том, как восстанавливаться при помощи программы SystemBug из копий, расположенных на другом разделе жесткого диска. Вот у меня, допустим, подключилась такая оказия, что я тут игрался с различными окунными менеджерами. И у меня, значит, Linux, значит, у меня загружаться перестал на седьмом разделе 18.2. И теперь у меня, значит, задача восстановить из копий, которая, значит, у меня находится вот здесь вот, под номером 18. Дайте-ка я посмотрю, сейчас я уберу скрутые файлы, чтобы не мешались. Вот отсюда я и попробую восстановить его, опять-таки, значит, на седьмой раздел. Каким образом? Вот я нахожусь на флешке. Видите, нигде телефончиков нет. Это вот моя флешка, крохотулечная. Ну, у меня на нее установлена моя сборочка, и на нее сразу предустановлена программа SystemBug. Вот я ее и запускаю. Парольчик заведем. Значит, ну и, скажем так, давайте поищем, где у нас находится, значит, эта копия. User, 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 и вот здесь циферечку 18.2, давайте поищем. Вот она. Вот я ее подключаю. У меня было сделано 4 копии. Значит, ну, практически, я хочу восстановиться на самую изначальную, потому что там у меня появилось ряд идей по поводу тиринга, как от него избавляться. Вот, ну, давайте-ка сделаем вот так. Каталог хранения есть, но мне нужно установить именно на седьмой раздел жесткого диска. Так, копирование системы, да. Итак, на седьмой раздел жесткого диска. Вот оно. Значит, я делаю вот таким образом. И отформатировал, чтобы был раздел, и чтобы, значит, на него установилась система. Ну, и подключу еще и файлик Swap. Вот оно. И для меня этого будет достаточно. Хом-раздел у меня подцеплен к 17.2, поэтому домашний раздел я на 18.2 не восстанавливаю. Вот всего лишь, значит, отмечены для установки. Вот крестики, видите, да? Слежь, своп. Нажимаю на далее, на старт. Ну, и пошла, как говорится, установка системы. По ходу дела, значит, расскажу, в чем было дело. Значит, я тут экспериментировал, все-таки, как у меня на Linux Mint Cynomon 18.2 избавиться от тиринга. Ну, один вариант я нашел, значит, там, снес полностью X40 сервер. Ну, у меня стал, значит, компьютер загружаться в режиме рендеринга. И при загрузке появлялось такое окошко сообщения, что, значит, система загружена в системе рендеринга, и была очень большая нагрузка на центральный процессор и на оперативку. Естественно, значит, меня это не устраивает. Я попробовал самые различные виды оконных менеджеров, которые я вам покажу, значит, на примере чуть позже. А пока, значит, вот делаем копирование системы. После копирования, значит, я перезагружусь и прямо на самом Linux Mint 18.2 начнем делать самые различные настроечки. Итак, копирование завершилось. Заняло все это 8 минут. Начали в 13.30, закончили в 13.38. Ну что, значит, теперь, значит, я перейду на Linux Mint Sonamon 18.2 и там уже покажу вам некоторые эксперименты. Еще раз напомню, что такое тиринг, и покажу, какие эксперименты тут я делал, чтобы избавиться от этого тиринга. Итак, я загрузился на Linux Mint Sonamon 18.2. Вот у кого встречается вот такая вот штучка, где версия Linux Mint не указана, да, нужно делать вот такую вот простую вещичку. Покажу вам. Вот конки менеджера запускаем. Вот у нас. Значит, сейчас мы вот этот файлик конки Мерус подредактируем. Значит, вот здесь вот, там, где была написана система, вот, надо убрать вот это словечко при с нижним подчеркиванием. Вот я его. Убираю. Сохраняю файлик. И теперь, значит, посмотрим, как это все дело будет выглядеть. Значит, ну, давайте глянем. Я сейчас сделаю фон какой-нибудь потемнее. Ну, вот этот, например. Ну, или так. Видите сразу, что появился Linux Mint 18.2, Sony и так далее. Все пошло нормально. Значит, вот таким, скажем, образом все это дело подрабатывается. Дальше. Значит, еще раз хочу показать, что такое рендеринг. Вот. Вроде бы экранчик нормальный. Все нормально. Значит, я запускаю программу слайд-шоу. Ну, и вот лично я сейчас, когда смотрю эту программу, у меня все плавно. Нет никакого ни мелькания, ни дергания. Но поскольку все это дело я записываю программой Simple Screen Recorder в оконном менеджере X40, значит, скорее всего, будет дергание. Сейчас я выключу, посмотрю, как это выглядит, чтобы еще раз удостовериться. Загрузился в Linux Mint Sonomon, но в режиме рендеринга. Видите, тут уже и нагрузка на процессор, на оперативку, несколько побольше. Ну, у меня здесь всегда одна проверочка есть. Вот мы сейчас запустим слайд-шоу и посмотрим, будет мелькание или касается диагональная линия при просмотре или нет. Все, как говорится, легко выясняется и проверяется. Ну, я долго, как говорится, тут не искал. Завел в поисковую строку оконный менеджер для Linux и на второй страничке вот нашел 20 альтернатив рабочему столу Unity. Вот открыл эту вкладочку. Вот, давайте посмотрим. Но перед тем, как мы посмотрим, мы сделаем следующее. Мы посмотрим, какие вообще существуют в данном Linux Минсонамоне 18.2, как говорится, изначально, что там есть. Для этого нужно будет пойти в меню, зайти, значит, на завершить сеанс и нажать на кнопочку «Завершить сеанс». Итак, значит, для знакомства с основными рабочими столами, значит, ну что, поставим оболочку гнома, хорошая такая рабочая оболочка. Ну, кеды, я не знаю, поставятся кеды сюда или нет. X-Face можно быть неплохой. Вот такие вот оболочки я хочу вам сегодня, как говорится, показать, нам рассказать и так далее. Вот, ну давайте попробуем, поставим гном, посмотрим, что получится. Вот, значит, ссылочку на эту страничку я вам дам. А сейчас я пытаюсь скопировать вот эту команду. и вставить ее сюда. Наберем единичку и вперед. Enter. Пусть поставит все-таки гном. Гном очень такая приятная рабочая среда. Многим она очень нравится, потому что там, ну вот я просто покажу, когда мы на нее заскочим, какие в ней есть, как говорится, прелести. Да я и начинал-то с Убунту Гном, одна из моих, как говорится, любимых оболочек. Но все-таки потом Санамон по своим качествам все это дело превзошел. Так, ну вроде бы все. Давайте вот что сделаем. Значит, все так же делается. Меню. Значит, завершить сеанс. И я нажму на кнопочку завершить сеанс. Ну и соответственно, значит, перескочу в гномовскую оболочку. Итак, значит, вот так вот лаконично выглядит рабочий стол гном. Нажимаете на обзор и у вас тут появляются самые различные там возможности. Кстати, здесь подключается и кайродок. Вот здесь вот. Вот он. Нажимаете на него, он здесь появляется у вас. При наведении на него кнопкой мышки с курсором убираете, значит, вот он уже остался. Все нормально. Так вот, проверим, скажем, опять-таки, как будет все это дело работать с Варити. Для меня это, как говорится, один из показателей рендеринга, нет ли разрывов и прочего. По-русски называется Тиринг, по-русски пишется Тиринг. Ну, разрывы, короче. Посмотрим, будут ли здесь разрывы или нет. Ну, вот еще одну картинку дождем, все достаточно. Значит, ну, что я, значит, остановлю и проверю запись. Разрывов нет, запись делает прилично. Значит, практически, вот посмотрите, как красочно и красиво выглядит меню у Гнома. Вот. Крупные, сочные, яркие значки. Можно вот так вот по ними побегать кнопчиками. А можно делать скроллинг мышкой. Ради Бога. Практически все программы, которые на Цинамоне стояли, здесь также стоят и также, как говорится, нормально работают. Вот таким образом. Надо вам значок Аэродока сюда переместить. Часто им пользуетесь. Вот сюда переместили. Надо его запустить. Взяли, значит, его. вот запустили. Хорошая, красивая и удобная рабочая среда. Значит, так что, значит, пожалуйста, если кому-то понравится, можете пользоваться и ей. Ну, теперь у вас есть варианты, вы можете пользоваться Цинамоном. Если там он барахлит, значит, Цинамоном в режиме рендеринга. Затем, значит, можете пользоваться Гномом. Вот. Ну, и сейчас давайте мы вот что. Запишем-ка мы с вами так. Где вы мне угол хромта найти? Так, давайте поищем. Вот оно. Давайте поставим прямо через Гном. давайте поставим вот, X-Face поставим. Вот таким вот образом. Все это дело, значит, скопируем. Так, вот терминальчик я сюда не воткнул, но давайте поищем терминал. Вот здесь просто напишу вверх и вот сюда его воткну. Вот у меня он тут сидит. Вот я в него вставляю. Единичку наберу. Enter. то есть, понимаете, чтобы подобрать для себя, допустим, на том же Цинамоне или там на X-Face, что вы там поставили рабочий стол, особо трудностей не составляет. Вот я ссылочку вам под видеороликом на эту альтернативу оставлю и там вы будете выполнять все эти команды, как говорится, в терминале. Вот поставили мы сейчас X-Face. Ну, давайте проверим, как X-Face будет тут работать. здесь, значит, вы увидите вот такую картиночку. Вот она. User. И нужно будет вот здесь вот кликнуть. Вот. Тут уже по умолчанию, значит, вот установлено окружение какие еще есть. Ну, Цинамон по умолчанию. Цинамон в режиме рендеринга, то есть, вот в этом режиме я смогу записывать все свои, как говорится, видеоролики на Цинамоне нормально. Есть вот еще парочка рабочих столов, очень экономичных. Значит, ну, во-первых, ну, давайте посмотрим Enlightenment. Вот, заведем единичку по умолчанию. Ну, выберу я английский, какая разница. Дальше нажму. Буду брать английский везде, тут без разницы. Да, следующее. А вот такой, скажем, аскетичный работник, вот размеры побольше. Ну, давайте вот такой возьму. Поддержка пишет, не может давать поддержку. Ну, давайте. Будем просто со всем соглашаться. Вот так вот это выглядит рабочее окружение Enlightenment. Ну, тут даже видно, что и Caradoc сюда, по-моему, встал. Так что ли получается? Значит, ну, и, как видите, значит, ну, я могу даже сейчас попробовать уже на самом этом рабочем окружении что-нибудь записать. Сейчас я перейду. Ну, и вот здесь я веду запись при помощи программы, значит, Simple Screen Recorder. Здесь, значит, вот, насколько я понимаю, все-таки какой-то у него свой там док, а может быть, и аэродок такой специфичный. Но, тем не менее, вот, такая вот, значит, вещь есть. Теперь, значит, как же там поискать-то мне? Вот, варите, вот здесь я наберу вар. Вот, варите слайд-шоу. Вот его и попробуем записать и посмотрим, что из этого получается. Ну, вот так вот, в данном случае перед моими глазами все идет плавно. но я всегда проверяю свои, как говорится, записи при помощи просмотра этих же роликов, записанных программой Simple Screen Recorder. По крайней мере, вот сейчас здесь все плавно. Ну, остановим все это дело. И, то есть, я могу сказать, что вот это очень такая легковесная рабочая среда. на которой, как говорится, если у кого-то какие-то там проблемы с экраном, то вот при помощи такого вот любопытного оконного менеджера можно будет хорошо все эти вещи, как говорится, делать. Ну, а выход будет вот такой. Вот, значит, система и логаут. Нажимаете на логаут и практически перескакиваете и где можете выбрать другой оконный менеджер. Мы сейчас попробуем еще и другой стандартный, который входит в состав Linux Mincinamono. Ну, и запомните, что у Linux Mincinamono есть еще режим рендеринга, в котором вы и на Linux Mincinamono тоже сможете записывать без проблем. Итак, значит, я сейчас нажму на паузу и покажу вам дальше. Ну, вот я заскочил на X-Face очень многими пользователями любимый оконный менеджер. Рабочий стол. Вернее, значит, ну, у меня много уроков на эту тему, и особенно потому, как тут можно создавать свои собственные панельки и практически как-то можно все это дело настраивать. Ну, допустим, если зайти в панель, так, ну, элементы и так далее, ну, как в свойства зайдем. Стиль, это не здесь. Параметры панели, вот. Вот, посмотрите, как делается все просто. Вот у нас наверху панельечка, да? Значит, ну, во-первых, значит, внешний вид. Значит, тут можно все там это дело пробовать. Вот вроде бы альфа-канал, видите, как прозрачная панельечка становится. Значит, экран, ну, можно сделать высоту строку, поднять, я под 45 обычно делаю под свои глаза. Вот, я еще решил создать панельку. Вот, все. Теперь, значит, я беру ее и перемещаю куда угодно. Дальше, правой кнопкой добавить, допустим, новые элементы. Вот, например, добавить сюда меню приложений. Могу сюда такое меню приложений добавить. А просто показываю пример. А сюда можете добавлять как-либо элементы, здесь все то же самое, но будет у вас на отдельной панельке. Вы ее можете переместить в любой участок экрана, сделать так, чтобы ее было не видно при наведении на нее курсором. Параметры панели значит так внешний вид так вот там закрепить можно так где-то было здесь что при наведении на нее курсором она практически как говорится вот автоматически скрывать панель. Ну допустим интеллектуально сделаем и можем ее допустим куда-нибудь здесь взять и закрепить вот на этом месте рядышком с панелькой LONR2 вот все закрыли вот все пожалуйста то есть как вам там нравится вы можете убрать ее ну вот такой свободы управления панелями их настройками как в X-Face трудно еще где-то можно найти очень такие скажем удачные получается настройки и панели и можете все по своему вкусу настроить в общем тоже хороший такой добротный рабочий стол вот ну давайте зайдем вот в интернет опять-таки зайдем в Google Chrome ну и теперь напоследок давайте попробуем поставить сюда еще Mate вот сюда мы заведем репозиторий единичку заведем дальше значит обновимся он даже просит завести ему ключ какой-то ну давайте не смог он его найти давайте посмотрим здесь и давайте попробуем поставить рабочую среду в Mate Enter в Ну и затем по общим правилам, когда закончится установка, пойдем в меню, нажмем на выход и нажмем на завершить сеанс. Ну и вот таким образом выглядит Mate, тоже очень многими пользователями любимая среда, практически тоже очень такая хорошая, ну допустим можете взять ее сверху поместить, допустим размеры там сделать под себя, если у кого там глаза не очень хорошие, вот как у меня, можно покрупнее сделать, фонтом можете сделать, ну много чего. Поразбирайтесь там в настройках, посмотрите, хороший тоже и добротный рабочий стол. То есть у вас теперь имеется, скажем так, возможность выбора, пока вы окончательно не выберете себе рабочий стол между Linux и Cinnamon, это мой любимый. К сожалению у меня он, значит, в простом режиме не работает, но вот в режиме рендеринга все пишет нормально и видео записывает нормально, и я буду продолжать им пользоваться в режиме рендеринга. Значит, Gnome и Mate тоже очень хорошие и красивые рабочие столы. И, значит, X-Face и Enlightenment, два очень легких рабочих стола, которые можно использовать на слабеньких компьютерах. Вот, пожалуйста, берите, засекайте там себе, у кого сколько там что потребляет, и смотрите. Здесь вот 18, а тут 22, ну там что, центрально 4 процессора будет у вас занимать процента. Значит, и здесь тоже будет порядка 15-18 процентов. Хороший рабочий стол, красивый, по многим могу порекомендовать. Поэтому, значит, понимаете, значит, всегда есть возможность выбрать, какой же к вашему компьютеру подходит рабочий стол, при котором нагрузка, допустим, на центральный процессор и на оперативную память, скажем так, в пределах нормы или минимальная, как вам нравится. Ну и плюсы, дело от вашего вкуса. Ну, опять-таки, запомните, выбор, у вас есть выбор, представляете? Linux Pinsonmon обычный, в режиме рендеринга. Ну, скажем так, ладно, один рабочий стол. Made Gnome X-Face Enlightenment. У меня 6 получилось, ну не знаю. Вот. Вполне, сказать, все рабочие столы, скажем так, достойные. Кеды я опять обошел вниманием, ну, не нравятся мне кеды, вот и все. Это мои, так сказать, пользовательские предпочтения. В свое время там с ними я там помаялся хорошенько, плюнул, у меня там плазма пятая не грузилась. Оставил я это дело. Или до нового компьютера, как говорится. Вот. Ну, скажем так, до лучших времен. А так вот, смотрите, пожалуйста, и выбирайте. Ну, и плюс, про программу SystemBug не забывайте. Всегда она вам поможет восстановиться. Практически, при помощи программы SystemBug, из копии, созданной на любом разделе жесткого диска, или на внешнем жестком диске, вы всегда сможете восстановиться, даже вот с флешки, как я показал. Вот практически и все. Ну, ладно, я желаю вам всего самого доброго, успехов и удач. И до новых встреч.